Всем привет, братья и сёстры, на связи отец Евгений. Здорово, отец. Добро пожаловать на новый еженедельный дайджест топовых новостей по Free Fire. Ребята, хочу выразить всем вам огромнейшую благодарность за ваш фидбэк, который вы оставили в комментариях под первым тестовым выпуском. Я вижу, что подобный формат видео вам очень сильно понравился, и многие из вас хотели бы видеть подобные ролики на моём канале чаще. Я учёл все ваши пожелания и решил, что буду выпускать такие видео каждую неделю. Пока другие ребята в спешке клепают свои второсортные видосики с малейшими сливами от зарубежных ютуберов, я буду собирать для вас исключительно полезные и самые интересные события, которые происходили на нашем регионе и в игре в целом, в течение одной недели. Великолепный план. И буду упаковывать их в очень насыщенные новостные ролики. Поэтому подписывайся на каналчик, если до сих пор не подписан. И конечно прожимай колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего выпуска топовых новостей по Free Fire. Сегодня в выпуске. Возвращение Маддин ФФ. Новый хайпажор СНГ и региона. Почему ютуберы решают уходить из игры и кто уже завтра окажется на дне ютубчика. Слив новых штанов Ангела. Стоит ли ждать и когда? Ещё больше новостей по событию Рампэйдж и коллабораций со Стритфайтер. И какие коллаборации стоит ждать во Free Fire в дальнейшем? Новые летние пропуски. Новый инкубатор. И огромнейшее количество сливов с новыми сетами. А ещё новенькое оружие. Тапочек. Воу! Сколько же охрененных новостей у нас с вами за эту неделю. Это и многое другое прямо сейчас обсудим и посмотрим. Прожимайте пальчик вверх и погнали смотрим. Новый хайпажор. В прошлом выпуске мы поговорили о том, что Змей решил уходить с платформы. Именно так решили очень многие ютуберы и подписчики Змеи. Когда он выпустил свой прощальный видеоролик. Прощальный естественно в кавычках. Сразу после этого видеоролика он запустил стрим, где пояснил за свой поступок. А сразу после него анонсировал выход ролика с очень вызывающим названием Он вам не змей, а разоблачение. Как я и сказал в прошлом выпуске, Змей решил пойти по стопам отца Евгена. Ещё до выхода его разоблачения, опять же в кавычках, в своём телеграм-канале Я дал свои предположения, что будет говориться в этом виде. Слушайте мой прогноз. Змей расскажет о том, что никуда я на самом деле не ухожу. Камон, пацаны, просто ютуб такой плохой, у меня просмотров нет. Я прошу видео с другими ютуберами, они мне отказывают. Мне это не нравится, поэтому я решил создать второй канал. Пожалуйста, подпишитесь на него, все ролики будут там. И знаете что, ребят, я оказался прав. Отец Евген Ванга в деле, ёпта. Да, Змей никуда не уходит. Он просто делает хайп. Только потому, что его канал исключительно по его личному мнению переживает не очень простые времена. Якобы в рекомендации видео не заходят, просмотров мало, а другие ютуберы и вовсе отказываются делать с ним коллаборации. Поэтому он создал второй канал. И этими видео и стримами просто пытается перевести свою аудиторию туда. Мол, основной канал ему больше не нужен, буду делать ролики на втором. Потому что просмотры как бы упали немного. На самом деле, это его решение, как я считаю, очень глупое. И вряд ли его новый канал ждёт такой же успех, как первый. Два, максимум три ролика выйдет на втором канале, и Змей поймёт, что это порожняк. И вновь вернётся на основу. Да и к тому же, лично я, честно, не увидел там каких-то проблем на его основном канале. В конце концов, Змей, посмотри на других. У тебя ещё, знаешь ли, всё тип-топ. Вспышал рубрика наших топовых новостей. Вонючек. А вот у Жабеныча дела нынче очень херевастенько. Его канал прямо сейчас переживает очень плохие времена. Какие бы ролики он не выпускал, все они еле-еле набирают свои просмотры. Конечно, если они не про халяву. За прошлую неделю Жабен выпустил шесть видеороликов, и ни один из них не собрал даже 50 тысяч просмотров. Это очень плохой показатель для канала Миллионника. Связано это с тем, что изначально Ваня, именно с самого начала, как он пришёл на Ютуб, выбрал не тот путь раскрутки. Сегодня его канал многим его подписчикам интересен исключительно из-за халявы. Конкурсы, прокачки, промокодики. И выпуская новые рубрики, где нет этой самой халявы, из-за которой на него и подписались все эти люди, он только лишь руинит свой канал. Ни одна из его рубрик не зайдёт, поверьте мне на слово. Потому что как Ютубер, как человек, он не интересен этим полутора миллионам халявщиков. Все они ждут от него промокоды и прокачки. И честно вам, ребят, скажу, как бы хреново я к нему не относился, очень жаль. Да Ванёчек этого не понимает и продолжает руинить свой каналчик. Ну окей, помянем, как говорится. Штанишки Ангела. А вот повыпендриваться и попытаться подстебнуть своих коллег по цеху, Ванька не перестаёт. В одном из своих видео Ваня попытался задеть одного из ютуберов. У меня уже есть аккаунт и там штанишки Ангела, которых нету у некоторых ютуберов. Я думаю, не нужно вам, ребят, объяснять, о ком идёт речь. Больной ублюдок. И раз уж речь зашла о всеми любимых штанишках Ангела, давайте ответим на этот вопрос. А выйдут ли вообще на нашем регионе эти самые штаны Ангела? Здесь, ребят, 50 на 50. На других регионах уже давным-давно слили эти штаны, добавив их в тематические рулетки. Многие из ютуберов нашего региона показывали их на своих видео. Снимали они эти видеоролики на других регионах, а до нашего СНГ региона они всё никак не дойдут. Будет эта рулетка у нас или нет, никто точно не знает. Прямо сейчас в классике у многих ботов надеты эти штаны, что даёт некую уверенность многим игрокам считать, что и у них они скоро появятся. Не, ну а чё, каким-то ботам дали, а мне не дадут, что ли? Не-не-не-не-не-не, ничего хуа-хуа, как говорится, так дело не пойдёт. Если их в игру не сольют, я, блин, уйду в паб. Я хочу грёбаные штаны Ангела. Плюс ко всему по сети давным-давно уже гуляют сливы новых модернизированных штанов Ангела в чёрно-красной расцветке. И если честно, выглядят они, как мне кажется, намного круче, чем оригинальные. Вот такие штаны я бы точно хотел забрать к себе в инвентаре. Оцените их по 10-бальной шкале. И вообще, поделитесь в комментариях своим мнением, стоит ли нам ждать штаны Ангела. И будете ли лично вы их забирать. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Новые пропуски. В июле и в августе нас ждут новые пропуски, которые, по моему личному мнению, на голову выше предыдущих. Я думаю, никто не будет спорить, что в этом году пока что не было достойных пропусков. А вот новые явно вызывают больше интереса. В июле нас ждёт пропуск с тематикой Дикого Запада, где будет очень крутой женский сет. Крутой скин на доску, гранату, даже лутбокс будет выглядеть достойно. Охрененный скин на рюкзак и довольно неплохой сет на мужского персонажа. В целом, почти все главные награды июльского пропуска стоят нашего внимания. А вот в августе выходит очень крутой пропуск, который, по моему мнению, в этом году пока что смело может претендовать на звание лучшего. Если не верите мне, просто посмотрите на главные награды. Это выглядит очень круто, особенно на мужика. И остальные вещи тоже довольно неплохие. По моему мнению, один из лучших пропусков в 2021 году в данный момент. Напишите ваше мнение в комментариях, какой из этих пропусков круче, июль или август? Уже на следующей неделе в игре стартует новое событие Rampage New Dawn, где разработчики приготовили для нас сразу несколько активностей. Во-первых, обновление наград за возвращение другом. Здесь можно будет получить топовый скин. Во-вторых, будет 4 главных сета, где каждый олицетворяет одну из 4 стихий. Ветер, земля, вода, огонь. В-третьих, нас ждет новый оружейный инкубатор на М60, который так же, как и сеты, олицетворяет одну из стихий. Выглядит очень симпатично. Один из них гарантированно заберу к себе в коллекцию. Также к событию будет добавлена как минимум одна эмоция. Стрит-файтер. Сразу после коллаборации с Макуарен и после Rampage нас ждет следующая коллаба со Стрит-файтером. О ней я уже рассказывал в прошлом видео. Но тогда я показал не все сливы, которые были у меня на руках. Во-первых, это два главных сета на мужской и женский персонаж. Во-вторых, эмоция, которая, кстати, является одним из главных приемов Рю. В-третьих, фирменные скины на АВМ, на МП-5, на стенку и на сковородку, которые выглядят довольно неплохо. И, скорее всего, в этой коллаборации нас будет ждать новый скин на кулаки. Возможные коллабы. Коллаборация Free Fire со Стрит-файтером натолкнула меня на очень интересные мысли. А какие бы еще крутые коллабы могла бы сделать Гарена? Напишите в комментариях, с какой игрой или сериалом или аниме вы хотели бы увидеть коллаборацию? Лично я очень хотел бы увидеть коллаборацию с Mortal Kombat. На данный момент это одна из самых крутейших игр, лор которой буквально создан для коллаб с другими играми. Если это случится, то в игру можно было бы добавить просто сотни самых разных скинов. Тут каждый персонаж в офигенном сете. То же самое касается и эмоций. У каждого фирменные приемы. Фаталити, бруталити. Только я делаю, что добавляю. Mortal Kombat была бы очень крутой заявкой на одну из лучших коллаб в игре. Но все это лишь мои мечты. Также неплохой коллаборацией могли бы стать Покемон. Чего, блядь? Как бы это смешно сейчас не звучало. Но вы же не можете отрицать, что здесь есть просто немыслимое количество вариантов для новых питомцев. Только представьте, если бы в игре был питомец Пикачу. Или Бульбазавр. А Гарната была бы в виде Покетбола. Ёлки-палки, да это же охренительно. В конце концов, Гарена же добавляет нового питомца в виде цыпленка. Цыпленка, Карл! А ведь вместо него мог бы быть Псайдок. И раз уж завтра у нас новый питомец будет цыпленок, то вангую уже через годик в нашей игре будет питомец корова. Новый инкубатор. Я не знаю, будет ли у нас сразу два инкубатора, такое кстати уже было, или они выйдут по очереди. Но в сеть уже утекли все четыре сет. Все они у вас сейчас на экране. И буду ждать вас совершенно точно в одном из следующих инкубаторов. Выглядит довольно специфично. И не совсем понятно, будут ли эти вертушки за спиной персонажа крутиться постоянно. Как мне кажется, решение добавить на скин за спину вертолётик довольно странное. Ну в любом случае, когда этот инкубатор выйдет, посмотрим. И может быть я сейчас ошибаюсь и всё будет выглядеть довольно прикольно. Тапочек. В прошлом выпуске топовых новостей многие могли увидеть вот это. И это кстати не было Рофо. Совсем скоро в игру добавят тапок, который будет скином на ножик. По крайней мере в сети уже давно гуляют эти кадры. Изначально тапок был всего лишь шуткой на 1 апреля. И судя по всему, она дошла до разработчиков. Ну или просто ребята пошли дальше и самостоятельно импортировали рофальный скин в игру. В любом случае, если его добавят или не добавят, это как минимум угарно. 12 июня стартовал чемпионат мира по футболу. В связи с этим в игру будет добавлено сразу несколько футбольных форм. Все они у вас прямо сейчас на экране. Помимо всего прочего, что мы уже с вами посмотрели, за эту неделю было слито огромнейшее количество новых сетов на персонажей и оружие. Давайте быстренько прямо сейчас по ним пройдемся и посмотрим. И да, пока ты их смотришь, не забудь поставить лайкосик под этим видео. И конечно подписаться на канал. Заранее тебе спасибо за твою поддержку. Казах предатель. Пару дней назад АТО ФФ опубликовал пост в своем сообществе. Ой, простите, сейчас он называется АТО КЗ. Даже не знаю, у кого он эту приставочку решил сперить. Для тех, кто не в курсе, АТО ФФ это тот самый человек, который помог мне со сливами Маддины ФФ. Именно он скинул мне все пруфы на нее и на ее дружков. Ролики, если что, есть на канале. В своем посте АТО выгораживает Айфокса, человека, который является Азеллей. Пост написан на казахском, поэтому перевод для русскоязычной аудитории на экране. Он говорит, что Айфокс не Азеля, а все переписки это фотошоп. Что-то как-то странно АТО. А как переписка может оказаться фотошопом, когда ты кидал мне ее пересланными сообщениями вконтакте, где, чтобы удостовериться в ее подлинности, можно просто перейти на страницу отправителя сообщений. И самое смешное, АТО, еще пару недель назад ты публиковал другой пост, где обвинял того же самого Айфокса. У тебя даже видео выходило на эту тему. Чет как-то ты слишком быстро переобуваешься, дружочек. Сегодня ты их сливаешь, завтра ты хочешь сливать меня, потом ты передумываешь это делать, затем уходишь с Ютуба, снова всех сливая, а потом все твои слова это неправда и фотошоп. Для тех, кто не в курсе, о чем сейчас идет речь, просто посмотрите мое разоблачение. Или залетайте в неизвестный чей телеграм-канал Отцовское общество по ссылочке в описании. И вам все станет ясно. А пока что скажу, что вероятнее всего Мадинка и Азелинка решили отбелить свою репутацию и подкупили или запугали АТО. Отныне он переобулся и встал на их сторону. И да, кстати, чуть не забыл. Мадина вернулась! На ее канале вышел новый видеоролик. Видимо, Фаер в третий раз вернул свой каналчик и решил заработать денежек. А то ведь Сосновы нам денег мало. Ну окей, красавчик, как говорится... Одинокривень! Друзья, это были все самые топовые новости по Фрифайру за прошедшую неделю. Очень надеюсь, что этот выпуск вам понравился и вы его поддержите лайком и комментарием. Пишите свое мнение, что вам понравилось больше всего, что вы ждете сильнее и, конечно, что думаете о таком формате. Лично мне он очень сильно нравится. С вами был Отец Евген и самые топовые новости во Фрифайре. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик и увидимся в следующем выпуске. Он, кстати, в следующее воскресенье. Но до этого времени тебя ждут другие видеоролики на моем канале. И стримы, конечно же. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok